Ну вот мы видим тут два генератора. Один, собственно, достаточно обычный асинхронный генератор, который производится массовой промышленностью. Здесь наша инновационная разработка. Алексей Тобачинский аспирант Самарского политеха показывает свое детище. Этот ветрогенератор примерно на 15% экономичнее своих собратьев. В случае, если его внедрить на реальное производство, он может сэкономить компании порядка 6 миллионов рублей. Только за одну выпускную серию. Все благодаря уникальной конструкции. Вот можно видеть, например, сколько занимает лобовая часть, это такая особенность конструкции, в стандартном генераторе. И можно видеть, сколько занимает у нас. На что это влияет? Мы значительно экономим по материалам, мы экономим по количеству меди, мы экономим по размерам самого генератора, по корпусу. Мы в том числе увеличиваем еще эффективность. И это, кстати, должен сказать, особенная находка для научных кругов, потому что не удавалось раньше достичь того, чтобы сократить и размеры, и при этом увеличить эффективность одновременно. Заниматься этим проектом начал профессор сам ГТУ Павел Грачев 15 лет назад. За эти годы ученый в идеале сформулировал теорию и создал макеты. Но вот притворить идею в жизнь и создать успешный опытный образец не получалось. В этом и помог молодой ученый Алексей Табачинский. Вечерами сидел над макетами в университете и нашел выход. На кадрах в установках действий команда проводила испытания на одной из самарских крыш. Мощность этого ветрогенератора 4 киловатт. Этого хватит, чтобы обеспечить целый частный дом электроэнергией. Это работа холодильника, свет и телевизор можно посмотреть. Разработкой уже заинтересовались в Италии и Германии. Российские же производители пока не готовы модернизировать все производство под ноу-хау самарских ученых. Хотя с некоторыми местными компаниями ведутся диалоги о запуске изобретения в производство.